Все, молодцы, отлично. Давайте послушаем следующую сказку, как мальчик попал в страну не яхо. Слушают поучительные сказки, играют в веселые игры, а еще клеят, лепят и рисуют. Небольшой, светлый и уютный полисадик образован на базе лесногородской школы и расположен на первом этаже жилого дома номер 12 по фасадной улице. Учреждение распахнуло свои двери в феврале текущего года и сегодня здесь проводят свой досуг, растут и развиваются 50 ребят из лесного городка. Группы разновозрастные. Здесь две группы полного пребывания, общеразвивающей направленности. Одна возрастная группа от 2 до 4 лет, а вторая группа преддошкольники от 5 до 7 лет. В лесногородском полисадике созданы все условия для малышей. Просторные группы, игрушки, книги и дидактические пособия согласно возрасту детей, полноценное пятиразовое питание, соответствующий для дошкольников режим дня, а также игровая комната для организации подвижных игр и досуга ребят. Здесь полноценно идет развитие детей, так как 12-часового пребывания здесь дети находятся от 7-15 утра, уже дети могут посещать детский сад и до 19-15. Добрый день! Привет, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! Воспитанников полисадика навестил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он пообщался с персоналом и ознакомился с работой учреждения. Руководитель муниципалитета поинтересовался, существует ли нехватка кадров или материально-технического обеспечения, а также узнал об игровых предпочтениях современных дошколят. Также в ходе рабочей поездки по микрорайону Андрей Иванов осмотрел улицу Белинского и обсудил с профильными заместителями возможность устройства тротуара вдоль дороги общего пользования. Проинспектировал и пешеходную дорожку возле дома номер 8, корпус 5 по фасадной улице, обустроенную в рамках муниципальной программы «Народная тропа». Может быть, мы уберем эту трошку, засыпаем грунт и выводим до заседания. На этом участке благоустройство еще не до конца завершено. В скором времени здесь планируют добавить освещение, обустроить зеленые газоны и высадить пустарники. Полина Толмачева, Михаил Лакеев, телекомпания Одинцова.